Бездна тайн. Исследователем уникального озера, спрятанного в Антарктиде под толщей льда, президент вручил государственные награды. Буровые работы продолжались около 30 лет. Эта скважина в ледяном покрове самая глубокая на планете. Пробы, которые достали ученые, называют сокровищем. Миллионы лет эта вода была в полной изоляции от контактов с атмосферой. Сегодня глава государства также обсудил масштабные экономические проекты и новые экспедиции в Арктику и Антарктиду. О полюсах научных открытий репортаж Алексей Карипанова. На протяжении полутора сотен лет специалисты русского географического общества занимаются изучением приполярных территорий Земли, будь то Северный или Южный полюс. Тем символичнее сегодняшняя встреча здесь, в самом центре Петербурга, в здании исторической штаб-квартиры организации. Один из членов которой, советский океанограф и географ Андрей Капица, впервые высказал гипотезу о том, что где-то под многокилометровым слоем льда Антарктиды скрывается то, что потом назовут великим географическим открытием 20 века. Версия о существовании подледникового озера Восток, названного так в честь одноименной полярной станции, подтвердилась в середине 90-х. До сих пор непонятно, как образовался реликтовый водоем, площадью сравнимый с Ладожским озером и по глубине превосходящей его в четыре раза. По одной из версий он существовал всегда, еще до обледенения Антарктиды. По другой, впадина в земной коре заполнилась водой из-за таяния основания ледника. Так или иначе, добраться до уникального хранилища мечтали ведущие мировые державы. Но достигнуть цели удалось российским ученым. Правда, потребовалось на это не одно десятилетие. Предполагали, ну вот сейчас мы быстренько все сделаем и отдохнем. Ага, и отдыхали мы только в самолете, который улетал с Востока. Николай Васильев один из тех, кто работал на Востоке с начала его активного освоения. Сегодня из рук президента он получает орден за заслуги перед Отечеством. Всего среди награжденных различными орденами и медалями 18 человек. Буровики, инженеры, гидрологи. Почти все они сотрудники Петербургского научно-исследовательского института Арктики и Антарктики. Это единственный в России и крупнейший в мире центр полярных исследований. Его ученые вместе с коллегами из Горного университета разработали технологии бурения во льду и превратили Петербург в крупнейшую базу для работы за полярным кругом. Вы и ваши коллеги трудились в суровых условиях Антарктики и с ее экстремальными низкими температурами, недостатком кислорода, упорно искали все новые и новые инженерные решения, осваивали технологии и оборудование, аналогов которому в мире нет. Вы с достоинством прошли через все эти испытания, проявили мужество, высочайший профессионализм, а сами буровые работы получили признание как одна из самых ярких страниц в исследовании Антарктиды. Именно российским ученым удалось пробурить скважину глубиной почти 4 километра. Это толщина ледника, накрывающего водоем. Работу вели в 90-е, потом процесс остановили из-за недостатка финансирования и, наконец, в 2012-м дошли до поверхности озера. Ура! Ура! Вот оно! Реликтовую воду тогда же показали Владимиру Путину и начали изучение ее состава. В жидкости нашли, правда, не молекулы, а лишь ДНК бактерий. Ведь первые пробы были в замороженном виде. Поднимаясь по скважине, вода кристаллизовалась, и эти изменения могли повлиять на ее обитателей. В следующем сезоне ученым предстоит достать жидкость в ее естественном состоянии и продолжить изучение подледного мира. Даже если мы не найдем там никаких живых организмов, это будет потрясающее открытие мирового значения. Потому что, оказывается, на нашей планете существуют такие условия, где ничего не может жить живо. Работа на приполярных территориях для России задача стратегическая. Еще и потому, что это разведанные кладовые полезных ископаемых. Только в Арктике их запасы оцениваются в 30 триллионов долларов. Россия, почти треть территории, которые составляют районы Крайнего Севера, несет особую ответственность за Арктику, за сохранение здесь экологической стабильности. Мы с вами прекрасно понимаем, что человечество вынуждено будет работать в Арктике, вынуждено будет осваивать эти территории. Для нас, понимая это, важно не допустить никаких ошибок, подходить к этой работе со всей степенью ответственности и бережно относиться к окружающей среде. Долгое время отношение к Арктическому региону было лишь потребительское, но сейчас пришло время думать и о природосбережении хрупкой экосистемы, подчеркнул президент. Планы развития Арктической зоны России на ближайшее десятилетие содержат целый ряд крупных инвестиционных проектов, связанных с освоением ресурсов углеводородов на побережье и шельфе Арктических морей, а также созданием новых промышленных объектов и транспортных коридоров, прежде всего, конечно, имея в виду возрождение Северного морского пути. Полученные знания о запасах Арктики, ее геологии и экологии хорошо бы классифицировать и выпустить специальный арктический атлас, отметили на заседании. Исследователи над таким документом уже работают. Правда, возможность воспользоваться результатами этой деятельности в России появляется позже, чем за рубежом. Проводятся исследовательские работы на шельфе по лицензиям Минобранауки, частично по лицензиям Российской Академии Минобранауки. Ну и собственниками этой геологической информации становятся зарубежные организации. Мы вот часто приезжая к нашим коллегам в Хьюстон, Великобританию, Норвегию, видим эти атласы, и у нас у самих возникает вопрос, как же так. У нас такой информации нет, а у них есть. Как отметили участники встречи, это происходит из-за кадрового голода. Результаты исследований расшифровывают на зарубежном оборудовании и при участии зарубежных же специалистов. Но российские ученые просто так не собираются сдаваться в битве за Арктику и Антарктику. И изучение подледного реликтового озера может стать новым толчком для открытий на полярных территориях. Алексей Грепанов, Сергей Шилов, Денис Торопчинов, Ксения Угарова. Первый канал. Санкт-Петербург.